Раньше здесь была гостиница, сейчас, когда открылся участок, где отбывают наказания осужденные к принудительным работам, существенно ничего не изменилось. Не появилось даже решеток на окнах. Это практически свобода, лишь с некоторыми ограничениями. На заводе Ромаданова Сахар для спецконтингента создано 51 рабочее место, 43 из них заняты. На одном таком трудится Евгений Поверенный. Говорит, пришлось привыкать, но справляется. Отлично. Техника безопасности. Все так прошло постепенно. И вот устроился сюда. Конкретно вот сюда. Тяжело, не тяжело? Тяжеловато. За такие деньги тяжеловато. Ну я сам избрал такую дорогу. Потяжелее, где будет. Определенная свобода, которой пользуются осужденные, позволяет им не выпадать из жизни. Они свободно общаются с местными жителями. Есть и те, кто после отбытия наказания вернулся в Мордовию. Сам я с республики Карелия. То есть там и проживаю. Приехал туда и вернулся обратно, потому что меня здесь связала судьба с девушкой. Приехал сюда, к ней, за почти 2000 километров. И устроился сюда работать на завод. Так вот здесь и условия труда очень достойные. И в целом теперь буду жить здесь. Возвращение преступников к нормальной жизни – главная цель создания исправительных центров, подобных участку, открывшемуся в Ромаданове. Местное население сначала слегка насторожилось, но опыт показал – большинство опасений напрасны. Уровень повторной преступности в сравнении с другими наказаниями, не связанными с лишением свободы, очень низок. Если мы будем брать в разрезе нашей республики, то с 2019 года, пока действует у нас этот вид наказания, осужденными не допущено ни одного факта повторной преступности. Это уже само говорит за себя. Эти люди из нашей среды, они вернутся рано или поздно. Как вернуться, на каком этапе и с какими мыслями. Леонид Викторович правильно сказал, что действительно, вот мы наблюдаем за людьми, у нас уже скоро будет в январе год, и люди достойные, и нормальные люди, нормально они работают. У нас вот особых проблем с ними нету, ни на работе, ни что. Я больше хочу сказать, что у нас по некоторых участках, на некоторых участках выросла производительность труда. Создаешь условия человека, и большинство людей понимают, что есть жить, работа есть, зарплата есть. И люди, есть на что жить, вот видели, да, люди остаются, хотят остаться здесь. Более подробно о работе исправительного участка при заводе Рамаданова «Сахар», о ее экономике и психологии, а также о других аспектах мы расскажем в нашей итоговой программе «В центре внимания». Павел Степаненко, Андрей Просвиркин. Наши новости из Рамаданова.